Сегодня мы часто обсуждаем халифат. Но не стоит забывать о том, с чем люди ассоциируют это слово. До того, как выносить решение относительно халифата, его возрождения, мы должны анализировать те представления людей, точнее их неправильные представления о халифате. Например, некоторые люди думают, что халифат означает глобальное господство. Это слова Джорджа Буша-младшего, сказанные после подрыва башен в Нью-Йорке. Он сказал, что некоторые мусульмане исповедуют идеологию глобального доминирования. Разумеется, он имеет в виду тех, кто изначально был создан самим ЦРУ. Эти группы, призывавшие к халифату, к глобальному господству над миром, были созданы агентами ЦРУ в 80-х годах прошлого века в Афганистане. Но традиционный ислам, то есть ислам суннитов, последователей четырёх масхабов, ортодоксальный ислам, утверждает, что халифат – это глобальное господство. Ответ – нет. Если анализировать понимание халифата суннитскими учёными, то видно, что халифат в их понимании – это не то, что Всевышний повелел ради глобального доминирования. Мусульмане не мечтают о правлении всем миром. Это вообще является невозможным. За всю историю человечества упоминается лишь несколько периодов, когда миром правил один человек. Говоря вкратце, неправильно думать, что халифат – это полная власть над всем миром. Так, между прочим, думают не только немусульмане, но и некоторые из мусульман. Они полагают, что халиф в халифате сидит в мусульманском городе и правит всем остальным миром. И это неверно. Как я сказал ранее, это неправильное понимание специально популяризировалось Джорджем Бушем и некоторыми другими людьми, ненавидящими ислам. Другой пример. Некоторые думают, что хиляфа или халифат должен быть установлен в Великобритании или в другом немусульманском государстве. Некоторые даже вынесли эти мысли на публику, в нулевых и в конце прошлого века они выходили на улицы с баннерами с надписью «Шариат в Великобритании», то есть они начали говорить об этом публично. А ведь многие, к сожалению, не берут знания о религии от исламских ученых или хотя бы из классических книг ученых ислама. Им эти названия представляет медиа. Когда они увидят по телевидению этих людей с плакатами «Шариат для Великобритании» или людей, патрулирующих по районам Лондона, утверждая, что они устанавливают шариат, что они подумают? Это внушит немусульманам и даже мусульманам мысль, что шариат или халифат – это то, что берёт своё начало в немусульманской стране. Это, кстати, то, что активно используется фундаменталистами, в частности, индийскими или буддийскими в данный момент в Бирме, которые говорят, что все мусульманские общества должны подвергаться гонениям, так как они призывают установить законы шариата в немусульманской стране. Иными словами, когда мусульмане в какой-то немусульманской стране требуют законы шариата – это идеальная причина для того, чтобы власти этой страны начали притеснять этих мусульман. Но на самом деле, истинный классический ислам говорит нам, что халифат объявляется в дару ль-ислам, то есть на мусульманских землях. Коллективная обязанность возродить халифат и установить законы шариата касается земель мусульман, а не земель неверных. Поэтому любой, кто призывает к возрождению халифата на землях немусульман, ошибается. К тому же он может стать причиной давления со стороны властей и людей на мусульман, которые до сих пор жили в этой стране в мире и согласии. Это неправильное понимание, неправильный и опасный подход к вопросу халифата. Это ведь на руку врагам ислама. Если ассоциировать ислам, Каабу с терроризмом, у людей появится к ним ненависть, так как им достаточно того, что им говорит медиа. Люди, которым внушают, что халифат – это идея, ведущая к перевороту в их стране, к захвату власти мусульманами, начинают ненавидеть эти понятия и причинять вред простым мусульманам. Вдобавок к этому, люди думают, что в халифате немусульмане подвергаются гонениям. Вообще, применяются ли шариатские законы к немусульманам? То есть, обязаны ли немусульмане следовать законам мусульман в мусульманской стране? Некоторые фанатично придерживаются того мнения, что они обязаны следовать всем законам. Но на самом деле это вопрос разногласий между четырьмя масхабами – правовыми школами. Часть говорит, что немусульмане, если захотят, могут обратиться к халифу, правителю или к судье и попросить решить их вопрос согласно шариату. То есть, они могут обратиться в шариатский суд, но они имеют полную свободу в следовании своим законам, предписанным их религией. Дозволено ли немусульманину продавать свинину другому немусульманину на территории исламского государства? Ответ – да. Дозволено ли им продавать и покупать спиртное вино? Ответ – да. Согласно ханафитскому масхабу, на неверных не ложатся требования соблюдения норм шариата. Но если спросить обычного мусульманина, если, например, в Пакистане будет шариат, будет ли дозволенным христианам покупать спиртное, большинство скажет, что нет. Почему? Потому что мусульмане имеют неправильное понимание вопроса халифаты. То есть, незнание шариатского закона приводит к отталкиванию людей от него. Когда люди, точнее не мусульмане, слышат, что нужно установить законы шариата в их стране, они думают, что это приведет к нарушению их прав, что это лишит их свободы, вероисповедания и других свобод. Но в реальности все наоборот. Ислам – это не тоталитарная религия. Примеров этому множество. Например, случай жизни халифа Умара добудет доволен им Аллах, который передается в Муссаннафе Абдураззака. Он передает, что однажды Умар, проходя мимо одного дома, услышал громкие голоса и смех. Это было похоже на то, что в нем распивается спиртное. Умар перепрыгнул через стену и направился к двери. Как только он протянул руку к двери, из нее вышел хозяин. Он сказал Умару, что его подозрение в данном случае является незаконным. А Умар ничем на это не ответил и просто ушел. Это один из примеров того, что хиляфа – это не тоталитарный режим, в котором люди не обладают никакой свободой. Запрещенным является публичная демонстрация какого-либо греха. Точно так же и в современной системе законов. Есть законы, регулирующие общественный порядок, запрещающие публичную демонстрацию определенных действий. Согласно шариату, ни халиф, ни его наместник в какой-либо области не должен забегать кому-либо из немусульман домой, если, конечно, в этом действии не будет угрозы для общественной безопасности. Законы шариата не контролируют действия каждого немусульманина у себя дома. Они преследуют лишь публичные нарушения. Но люди думают о халифате иначе. Они представляют его чем-то вроде Гитлеровского рейха или Советского Союза времен Сталина. С таким представлением о халифате они никогда не воспримут его как систему справедливую, дающую свободу вероисповедания и другие свободы и права. Недавно весь мир узнал об обществе религиозных фанатиков, то есть хавариджей, выдающих себя за истинных мусульман. Эти люди лишили всех немусульманских меньшинств свободы и изгнали их из некоторых регионов, в которых те жили сотни лет, в мире с мусульманами, выплачивая джизия. Джизия – это налог, выплачиваемый немусульманами в мусульманской стране, обеспечивающий свободу и защиту. Правитель не обязан устанавливать этот налог. То есть правитель может их освободить от него. Так эти сектанты изгнали этих мирных немусульман из своих земель. Что подумают обычные люди, которые видят или слышат, что кого-то изгнали из своих земель, на которых они жили сотни и тысячи лет? Кто-то жил здесь с периода османов, кто-то аббасидов, амиядов. Подвергшиеся изгнанию будут в смятении. Почему же эти безумцы-мусульмане поступают так, не осознавая того, что имеют дело с проектом спецслужб? Они подумают, что если халифат возродится, люди будут лишены всех прав. Эта абсолютно извращенная идеология лишь исказила понимание того, что такое истинный халифат. По их причине сегодня немусульмане и даже некоторые из мусульман питают отвращение к слову халифат. Но если вернуться в прошлое, во времена праведных предшественников, можно увидеть прекрасный пример того, каким должен быть халифат. Когда Умар, да будет доволен им Аллах, вошёл в Иерусалим, будучи правителем мусульман, он увидел бедных слепых попрощаек. Он спросил, кто они. Ему ответили, что они бедняки из числа христиан. Умар сказал, выделите им пособию и не разрешайте попрощайничать на улицах. Мы не можем брать с них джизия в молодости и оставлять на улицах в старости. Как мы сказали ранее, джизия – это не обязанность халифы. Кстати, джизия, выплачиваемая немусульманами, меньше, чем закат, выплачиваемый мусульманами. То есть сами мусульмане отдают больше из своего имущества, чем немусульмане. К тому же они, то есть немусульмане, достигая пожилого возраста, получают от государства пенсию. Интересный факт из истории. Большинство населения Сирии и Египта в течение пяти веков составляли христиане, потому что в исламе нет принуждения. Впервые численность мусульман в этих регионах превзошла после крестовых походов. Проверьте книги по истории, такие как «Аль-Бедаева Нехая ибн Кассиры». Также посмотрите книгу «История ибн Асира», её настоящее название «Аль-Камиль-Фит-Тарих». В этом найдёте, что большинство населения Сирии и Египта составляли христиане до периода крестовых походов. Такова справедливость ислама, такова прекрасная и справедливая система законов, которую оставил нам пророк миром и благословении. Те немусульмане наслаждались жизнью в мусульманской стране, но у сегодняшних немусульман сложилось совсем другое представление о халифате. По большей части из-за ложной информации, которую представляет медиа, являющаяся для них единственным источником знания об исламе. Таким же является вопрос применения худуд – телесные наказания, порка, закидывание камнями и другие. Применяются ли они без каких-либо условий? Ответ – нет. У всех видов наказаний есть множество условий. Во время правления Умара, да будет доволен им Аллах, мусульман постиг сильный голод. Этот год назвали годом голода. Группа молодых ребят украла и зарезала одного верблюда, за что были вызваны на сотку Умару, да будет доволен им Аллах. Но халиф не применил наказание за кражу. Почему? Потому что они совершили преступление из-за сильного голода. Приведу ещё один случай из жизни Умара, да будет доволен им Аллах, касающийся немусульман. Какой из подвижника освободил Египет? Амр ибн Ас. У него, помимо известного его сына Абдуллаха ибн Амра, был другой сын по имени Мухаммад. Так вот Мухаммад обидел коптского христианина, ударив его по лицу. Этот египетский христианин отправился с жалобой в Медину к халифу Умару, разгневанный халиф вызвал в Медину Амр ибн Аса и его сына и повелел этому христианину ударить своего обидчика. И вдобавок повелел ударить его отца Амр ибн Аса, то есть правителя Египта, да будет доволен им Аллах. Почему? Потому что, как сказал Умар, его власть была причиной тому, что его сын так себя повёл. То есть его сын совершил это нарушение, думая, что из-за власти его отца он останется безнаказанным. Посмотрите на справедливость мусульман тех времён по отношению к немусульманам. Также один из иудеев во время правления Али, да будет доволен им Аллах, вызвал на суд самого халифа. То есть правитель Али был вынужден явиться на суд, куда его вызвал иудей. Кадий, судья, вынес решение в пользу иудея. Реакцией иудея на это стали произнесённые им слова шахады. На вопрос, что подтолкнуло его принять ислам, он ответил, что хотел проверить, справедлив ли Амир-уль-Му'минейн, правитель правоверных, и справедлива ли религия ислам. И он нашёл эту справедливость. Вот у кого мы должны брать пример. Но сегодня люди где находят пример для халифата? В телевидении. Они видят по телевидению, как Абубакр аль-Багдади велит всем мужчинам в его регионе оставлять бороду. Но при этом не делается ничего для того, чтобы ислам укрепился в сердцах людей. Поэтому можно увидеть, как во всех регионах, освобождённых от них, мужчины начинают брить свои бороды. Идёт гражданская война, люди голодают, умирают, а эти сектанты думают, что самое важное – это отращивание бороды. Люди, видящие всё это, читающие об этом, конечно, будут иметь неправильное представление о халифате. А телесные наказания, худуд, не практикуются во время гражданской войны. В Масуле некоторые группировки первым делом после захвата какого-нибудь региона начинали применять эти наказания. В Шарьер при таких ситуациях наказания худуд не применяются. Причина этого всего кроется в неправильном понимании вопросов наказаний и вопросов халифата. Следующий вопрос. Свойственна ли халифату модернизация? Большинство людей думает, что халифат – это государство со средневековыми устоями, где люди носят мечи, где нет всех этих технологий. Многие думают, что модернизация – это секуляризм. Спросишь у них, ислам может идти в ногу с модернизмом? Они скажут нет. Если спросишь, может ли модернизм и секуляризм сочетаться вместе, они скажут да. Это очередное неправильное понимание ислама. Мы не говорим, ислам адаптируется. Это неправильно. Ислам подходит для практики в любое время, не принимая каких-либо изменений. Потому что ислам в своей основе – очень обширная религия. Где бы ни жил человек, или в какое бы время он ни жил, ислам пригоден для практики в этом месте и времени. Человек, живущий в немусульманской стране, не обязан установить в ней законы шариаты. Хотя он сам обязан в меру своих возможностей их соблюдать и призывать к ним своих окружающих. Но в мусульманской стране мусульманский правитель обязан установить законы исламы. Шариат не меняется со временем, потому что ислам подходит для любого времени. Поэтому модернизация или современность не противоречат исламу или халифату. Они оба могут сосуществовать. Когда мы говорим современность, мы имеем в виду практику того, что не противоречит основам ислама. Не думайте, что халифат не может быть современным, образованным, использовать, например, компьютеры. Многие думают, что если возродится халифат, все компьютеры и телевизоры будут разбиты на дорогах. Конечно, у людей будет такое представление, когда они видят в СМИ всю эту недостоверную информацию об исламе. А после событий в Нью-Йорке участилась практика жестокой казни пленников. В Ираке или в других регионах мы видим, как некоторые группировки мусульман, внешне мусульман, так как их лица всегда бывают в масках, так что это может быть кто угодно, абсолютно дикое проявление жестокости с гордостью демонстрировали на камеру, ассоциируя это всё с халифатом. Находим ли мы такую практику в настоящем халифате? В историческом сборнике имама Аль-Байхакки Ас-Суннан Аль-Кубра упоминается инцидент во время правления Абу-Бакры. Воины в качестве трофея преподнесли головы побеждённых. Он же, категорически осудив это, запретил данную практику. Это упоминается в сборнике имама Аль-Байхакки. А уже в истории современности мнимые себя последователями истинного ислама неоднократно нарушали наказ Абу-Бакры, да будет доволен им Аллах. Вообще эти действия совершают люди в масках. Это могут быть как заблудшие группы мусульман, так и массад или ЦРУ. К тому же в большинстве случаев жертвами этих преступлений становятся люди, вообще не связанные с военными действиями. Учёные исламы единогласны, то есть есть идьма на том, что запрещено убивать мирных жителей. Повторюсь, на этом сошлись все учёные исламы. Но эти люди не только убивают мирных жителей, но и отсекают им головы и затем показывают их на камеру. Это всё связывают с именем ислама и с халифатом, а люди необразованные верят, что это и есть халифат. Но если бы они знали хоть немного о том, какой должен быть халифат, каким он был во времена праведных имамов, то поняли бы, что все эти действия не из того, что завещал пророк мир ему и благословение. Конечно, некоторые могут ошибочно опираться на события из ранних сражений исламы. Но это касается только самой битвы. А даже если был закон, разрешающий обезглавливание пленных, то постановление Абу-Бакра показывает, что он был отменён, так как некоторые ранние постановления ислама были отменены пророком мир ему и благословение. Также вопрос революции и митингов. Почему-то и этот вопрос люди сегодня связывают с халифатом. Но что получится, если мы начнём революцию в мусульманских странах? Правительство будет свергнуто, начнётся хаос, умрёт множество людей, как в Сирии. Запомните следующее правило, касающееся призыва к благому и предостережения отприцаемого. Если твой призыв к благому может иметь плохой исход, то лучше его не делать. Это правило. Поэтому если сирийцы 7 лет назад знали бы о том, что все эти протесты и митинги приведут к массовым убийствам, к введению войск в их страну, к этой ужасной ситуации в их стране, они не стали бы выходить на эти митинги. Им следовало думать о результатах, к которым могут привести их действия. Люди правда думают, что халифат возрождается через революцию и митинги. К концу лекции мы приведём и разберём цитаты из Курана касательно халифаты. Но нигде не написано, что халифат обязательно устанавливается через революцию. Начиная с времён Османской империи, по сей день революции не влекли за собой ничего хорошего, так и митинги. По моему мнению, митинги очень редко к чему-то приводят. Но давайте представим, что мы, 50 искренних мусульман, вышли на митинг с благой целью. Что может случиться? Какой-нибудь шпион очень легко может проникнуть в наши ряды, что, скорее всего, бывает очень часто, с целью навредить мусульманам и бросает что-нибудь в солдата или полицейского, из-за чего тот начинает стрельбу и убивает кого-нибудь из мусульман. И к чему это приведёт? К гражданской смуте. Вероятный вред от этих протестов выдвигается на первый план в данном случае. Поэтому не думайте, что для того, чтобы возродить халифат, нужно совершить революцию. Как я сказал ранее, нет никакой связи между этими двумя понятиями. Митинги в той форме, в которой они совершаются сегодня – это нововведение. Во времена праведных халифов не было подобных протестов. Кто-то даже говорит о революции большевиков 1912 года, что необходимо также возродить халифат. Откуда вы всё это берёте? Этого нет ни в Куране, ни в Сунне, ни в Эджма. Касательно правила призыва к благому и остережения от запретного, если заглянуть в книгу Тухфат-уль-Мурид или же в другую подобную книгу, в главу о призыве к благому, можно найти правило, на которое я выше указал. Если твой призыв к благому или же предостережение от запретного может привести к худшему, то лучше этого не делать. Например, мужчина-мусульманин сидит на дороге и пьёт спиртное. Как мы сказали ранее, решение шариата относится к мусульманам. Не мусульман мы будем в красивой форме призывать к исламу. Я хочу призвать этого мусульманина к благому, но думаю, что если я скажу ему, что алкоголь запрещён в исламе, он скажет мне в ответ то, что выведет его из религии. Что говорит мне шариат в этой ситуации? Оставь его. Это если более вероятным является, что он совершит в ответ что-нибудь хуже. Или же, например, он может напасть на меня. Представьте, он сидит с ножом и пьёт. Я подхожу и останавливаю его. Он может в ответ наброситься на меня ножом. Велит ли нам шариат в этой ситуации остановить его в любом случае? Ответ – нет. Обычно, в частности, в таких странах, как Великобритания, можно сказать, что нет всех условий призыва к благому и предостережения от запретного. Другое условие. Человек, который делает призыв к благому, должен быть алимом, то есть знающим хорошо этот вопрос. Он должен знать условия и правила этого вопроса, в котором он хочет сделать призыв. Значит, человеку, который не знает этого, не разрешается делать призыв к благому. Он должен знать ахкамы, фикх, то есть юриспруденцию. Если у него нет этих знаний, ему не разрешается заниматься призывом или предостережением. Что же получается самая большая причина всех этих предрассудков относительно халифата? Ничто иное, как джагль. Что такое джагль? Невежество. Результатом незнания людей шариата, то есть Кур'ана, сунна пророка миром и благословения, фикха, юриспруденции, стало то, что мы видим сегодня, то, что происходит с мусульманами в странах не мусульман. То есть всё это по причине того, что сами мусульмане не знают ахкамы, Кур'ан, сунну пророка миром и благословения. Даже если есть знания в некоторых аспектах, в других аспектах полное невежество. Например, можно увидеть, как они постоянствуют на сиваке, отпускают бороды, молятся, но при этом не знают другие важные вопросы шариаты. Таким образом, молодёжь постепенно вводит в заблуждение, внедряя яд ереси в сознание. Некоторые из которых могут на самом деле быть искренне верующими, но этот массовый джагль, охвативший нашу умму, привёл нас ко всем этим бедам, которые мы видим. Поэтому человеку, прежде чем участвовать в призыве к благому и предостережении от запретного, сначала нужно изучить необходимые для этого знания шариаты. Субтитры создавал DimaTorzok